Почему, предположим, там страдают органы малого таза, почему страдают почки, почему у нас гипертонические кризы, почему гипотонические кризы? Не проходят импульсы от нижних конечностей, и вот тогда развивается инфаркт. Ведь что вызывает грыжа? Чаще всего напряжение мышц. Начинаем ставить пиявки, и пиявка подталкивает к развитию, потому что это отстает в развитии. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Я хотел бы сегодня поговорить о кровообращении. Вообще тема-то, конечно, достаточно интересная, потому что в основе любой патологии лежит нарушение микроциркуляции, именно кровообращение. Поэтому я думаю, что тема, конечно, я не могу ее раскрыть всю, но я постараюсь раскрыть в том объеме, который нужно использовать для работы или для оказания помощи, или самопомощи даже. Поэтому давайте попробуем поговорим на эту тему. Конечно, здесь вот кровообращение это неоднозначно, неоднозначно в том, что трактуют, многие трактуют его по-своему. Ведь существует много разных предположений, существует множество разных видений работы сердца. Если уж рассматривать, то надо рассматривать с работы сердца. И вот для меня более близкая идея, идея Ваейкова, это университет дружбы народов, он выдвинул такую интересную идею, что в основе работы сердца или в основе движения крови существует такое явление, как кавитация. Кавитация — это, будем говорить, где-то в технике она не совсем полезная, потому что разрушает винты кораблей, разрушает обшивку кораблей. А вот взять живую природу, то в живой природе кавитация, как бы Бог нас так создал, что кавитация присутствует. И пример изменения объема жидкости, если поставить ее на какую-то вибрирующую платформу. Конечно, было бы очень хорошо, если пригласить этого специалиста к нам, если так получится, может быть. И было бы здорово его послушать, потому что о чем наука говорит. Так вот, получается, что у нас официально 5,5 литров крови. А тогда вопрос такой, а почему, если человек, ну вот гладиаторы когда сражались, один другому отрубал голову, то истекало 30-40 литров крови. Где же кровь-то хранится? И в то же время можно... Еще один удивительный момент. Если взять умершего человека, то умершего человека в сосуды можно влить от 30 до 40 литров жидкости без изменения тела. Формы тела. Вот. И вот это все, конечно, оно наводит на некоторые пространственные рассуждения. И вот самое интересное, действительно, это у Ваейкова он подошел, когда они начали исследовать кровь и поместили ее на вибрирующую платформу, то она дала такое большое увеличение. То есть за счет чего? За счет того, что оказывается в нашем сердце, в наших желудочках сердца находятся вибрационные устройства, своеобразные вибраторы, которые начинают вибрировать только тогда, когда импульс от мышцы поступает через сосуды в область сердца. И, конечно, вот здесь, когда начинаются проблемы с той же аорты, а аорта часто склерозируется, то вот эти передаточные импульсы, передаточные импульсы, они тоже начинают страдать. То есть что-то доходит, что-то не доходит. И поэтому, собственно, и кровообращение от нижних конечностей от этого тоже страдает. Потому что, представьте, желудочки сердца, когда кровь поступает в желудочек сердца и идет процесс кавитации, идет вскипание крови и моментальный выброс ее. Причем во время вскипания формируется форма даже эритроцита. И этот эритроцит поступает именно к той мышце или к той части тела, которая дала импульс на стенку сердца. И тогда идет такой своеобразный взрыв. И практически получается, что сердце-то наше, мышцы сердца, они держат сердце от того, чтобы его не разорвало во время этого взрыва, во время этой кавитации, вибрации. А вообще в жизни можно увидеть такую интересную особенность. И чем больше мышц задействуется, тем больше объем крови. Потому что идет процесс увеличения. И если, предположим, вместо 100 грамм крови положить ее на вибрирующую платформу, можно получить 200-300 объем. Конечно, вес остается в граммах, но объем, предположим, 100 кубиков, после работы на вибрационной системе какой-то, на вибрационной установке, ее увеличение происходит в 2, в 3, в 4 раза. Причем это получается мгновенное увеличение. То есть в нашей крови растворено большое количество газовых пузырьков. То есть это кислород, азот, это углекислый газ. И в момент возникновения вибрации этот газ начинает выходить, скажем, в межклеточное пространство, за счет чего идет увеличение объема крови. И, конечно, вот эти кавитации можно объяснить такое явление, что когда мы с вами начинаем замерзать, начинаем дрожать, и вот как раз большое количество крови начинает двигаться, начинает увеличиваться объем крови, и этот объем крови начинает согревать наше тело. Поэтому, конечно, мы любим танцы. А почему танцы? В танцах задействовано много мышц, и тогда опять же увеличивается объем движения крови. И если взять наше тело, то наше тело начинает стареть с периферии. И у меня был даже такой интересный опыт, когда я поработал с одной пациенткой, привел в нормальное состояние ее живот, то есть полностью обезболили живот, живот легкий, свободный. И она все, мы с ней начали прощаться. И она меня спрашивает, Александр Тимофеевич, что еще можно со мной сделать бы, желательно? Я говорю, ты знаешь, у тебя много веснушек на спине, хорошо бы, чтобы они ушли, твои веснушки. Потому что эти веснушки или пигментные пятна, которые формируются, это чаще всего, ну, будем так говорить, все-таки грибковые. В моем представлении это грибковые заболевания. Ну вот, она говорит, а чем можно убрать? Я говорю, да вот, парафитобочки, заваривать разные травы, соду, сода является антагонистом грибков, натираться содой. Но она меня выслушала, говорит, нет, я это делать не буду. Ну, в общем, меня так все устраивает. Не опасно для жизни? Нет, не опасно. Ну, ладно. И она ушла. Проходит где-то неделя-полторы, она обращается снова ко мне, позвонила, оказывается, она травмировала ногу. Ну, и вот, ну, я нашел время, чтобы ее принять. И первое, на что я обратил внимание, то, что спина-то у нее чистая, все веснушки исчезли. Я у нее спрашиваю, послушай, как же так? Чем ты убирала их? Потому что мы прилагаем такое количество времени, там, стараний, время пациента затрачивается на... Она говорит, Александр Тимофеевич, я ничего не делала. У меня просто само это исчезло. А, кстати, я начала заниматься гимнастикой вибрационной. Я говорю, что за вибрационная гимнастика? А вот с Востока приехали люди, которые проповедуют эту гимнастику. И что, в чем заключается гимнастика? А они трясутся, колотят, дрыгаются. И показала мне, начала сразу трястись, она говорит, обратите внимание, вот началась, чем больше задействованы мышцы, тем быстрее разогреваешься. И сразу руки стали горячими, лоб вспотел. Вот буквально несколько секунд, и идет мощный разогрев. Ну вот, это уже потом я связал вот это состояние с тем, что наступает процесс кавитации. И за счет этого наблюдается такое явление, разогрев, мощный разогрев. И когда она начала заниматься этими движениями, то вот представьте, за полторы недели практически у нее тело очистилось. Потому что за счет микро- и макроциркуляции крови, под кожей, в самой коже, за счет движения, усиления движения лимфы. А Павлов в свое время студентам показывал, что такой интересный опыт с собакой, когда он собаке в грудной проток вставлял трубочку, и студенты наблюдали, как стекает лимфа. И он массировал ноги собаки, лимфа еле-еле увеличила свое движение. Но когда он начинал трогать живот, то скорость движения лимфы резко возрастала, и она начинала чуть не струйкой течь. И вот этот опыт показывает, что движением лимфы управляют внутренние органы. Это работы Павлова, это труды его в двух томах описаны, очень интересные. И здесь во время движения, когда человек начинает трястись, органы тоже двигаются, шевелятся, хочешь не хочешь. И плюс вот это очевидно процесс кавитации, о котором пишет в своих работах Ваейков. Ну вот. И, конечно, за счет вот такого действия ее тело очистилось. И так сложилось, что следующий пациент, мне было, я был в удивлении, конечно, и поэтому я поделился своим удивлением со следующей пациенткой. А у пациентки были проблемы, как стандартные, это живот, это проблема нарушения микроциркуляции, раздутый живот, болезненные участки или ткани в живота. Я ей рассказал, и буквально на второй день она не появилась, а уже в конце недели, если в понедельник мы с ней встречались, то в конце недели она вдруг мне позвонила, говорит, Александр Тимофеевич, я умираю. Я говорю, а что такое? Кто вы? А я вот та, которой вы рассказывали про кавитацию. Да, интересно. Про вот эту дрожачку, которой занималась ваша пациентка. И что? Она говорит, а я тоже занялась этой гимнастикой. И что дальше? А у меня началось расстройство живота, у меня открылось маточное кровотечение, мне так плохо, помогите. И пришлось мне поехать к ней, ну и остановить этот процесс за счет того, что поддавил живот, снял напряжение с печени. Ведь дело в том, что практически-то, конечно, если взять простого человека, который приходит на такую гимнастику, им они начинающие обычно с небольшого количества времени. Кто-то 10 минут, потом 20 минут, потом 30. Представьте, если у человека застойное явление, в органах, и начинается вот этот процесс кавитации, усиление кровообращения, то кровь начинает вымывать продукты распада, токсические какие-то компоненты. Печень не готова к тому, чтобы с этим побороться. И вот тогда возникает явление, когда организм начинает сбрасывать токсические компоненты, вот как раз через маточное кровотечение, через расстройство живота, в кишечник. Потому что в кишечник поступает большое количество токсинов, эти токсины, естественно, чаще всего сбрасываются в нижние отделы кишки, идет раздражение кишки, запуск моторики, и вот, пожалуйста, расстройство. Ну, за счет манипуляций эти расстройства ушли. Но это лишний раз говорит о том, что, видите, нужно ко всему подходить достаточно осторожно. Но мы опять возвращаемся к кровообращению. И поэтому вот эту теорию кровотока, связанную с кавитацией, она мне ближе, приемлемая. И Ваейко в своих работах описывает, что этот процесс кавитации, он может происходить не только в самом сердце, но и где-то еще в сосудистых участках тканей, чтобы и благодаря вот этой кавитации, вот этому взрыву практически-то идет и выброс крови. Ну, и, естественно, если он описывает, если там перебитая подвздошная артерия, то развивается инфаркт сердца. А почему? Да потому что по сосуду не проходят импульсы от нижних конечностей, и вот эти биологические вибраторы, которые вызывают процесс вспышки или там взрыва, микровзрыва такого, увеличения крови в объеме и выброса, они погибают. И вот тогда развивается инфаркт. Вот как один из вариантов. Ведь практически-то медицина не объясняет, почему при, скажем, нарушении целостности подвздошной артерии, почему развивается инфаркт сердца. Вот одна из причин, на которые указывает Ваейков. Вообще, конечно, и кровообращение, вот здесь ряд вопросов, которые к нам поступают от наших зрителей, от тех, кто слушает, кто смотрит. И эти вопросы, конечно, тоже связаны во многом с кровообращением. И начиная, почему, предположим, там страдают органы малого таза, почему страдают почки, почему у нас гипертонические кризы, почему гипотонические кризы. Вот представьте, что те же мышцы шеи, они напрямую, особенно боковая, по боковой акселярной линии, они связаны с таким явлением, как снижение функции. Я не говорю про болезнь почек, а снижение функции той же почки. И когда эта функция снижается, то ответная реакция напряжения мышц на шее. Напрягаются мышцы на шее, мышцы в грудном отделе, в поясничном отделе. И, конечно, они сдавливают позвонки, возникают различные протрузии, грыжи. Ведь что вызывает грыжа? Чаще всего напряжение мышц. Что в пояснице, что в грудном отделе, что на шее. Но кроме спазма, напряженные мышцы не только сдавливают фиброзные кольца наших позвонков, но они сдавливают и нервные волокна, которые идут с позвоночника. И за счет этого сдавления передавливается оболочка нерва. А импульсы, которые идут от нашего спинного мозга, от нашего головного мозга, проходят через сосуды, вернее, через нервы. Они идут по оболочке нерва. И если оболочка нерва передавливается мышцей, то тогда качество этих импульсов меняется. И вот это поддавливающее явление, когда мышцы начинают поддавливать нервные волокна, а нервные волокна, они управляют кровоснабжением наших зубов, щитовидной железы, нашего глаза, нашего уха. А дальше мозг, весь наш мозг, он управляем, кровообращение нашего мозга управляемой шеей. И если на шее возникает напряжение, мышцы передавливают эти нервные волокна, то тогда мы имеем инсульты, потеря зрения, потеря слуха, потеря зубов, ну и, естественно, со щитовидной железой проблемы. Я взял только верхнюю часть, но ведь от шеи идет иннервация еще верхушки легкого, иннервация верхних конечностей. Да и то бывает так, что когда начинаешь работать, разминая, снимая напряжение с этих мышц, мы иногда находим участки разминания, которые стреляют даже в пятку, в большой палец на ноге, или в какую-то область ноги. Вот они, взаимосвязи, которые не везде описаны, не во всех учебниках. Ну и, конечно, мы все с вами разные, и по-разному реакция организма на вот эти вот манипуляции, на шею. И поэтому, если, предположим, патология почки в области лоханки, то возникает напряжение на нижних отделах шеи, тогда страдает, если это левая сторона сердца, страдает нижняя челюсть, страдает щитовидная железа, ну и часть нервных волокон руки. Если же с почкой какой-то верхний уровень, это может быть надпочечник, или где-то кистоид, который сформировался в верхней части почки, то это приводит к тому, что возникает напряжение на шее в верхних отделах. И тогда мы теряем зрение, тогда теряем слух, теряем обоняние, теряем скорость мышления. И если так разобраться, то болезнь Альцгеймера, это в первую очередь, это проблема шеи. И было несколько таких интересных случаев, когда, казалось бы, человеку поставили болезнь Альцгеймера, а он пришел по другой причине к нам, его привели, потому что там по какой-то причине он отлежал шею. И вот мы начали заниматься шеей. И довели ее до такого нормального состояния, что вот шея, она была равна вот как палец. Палец же не болит, хотя имеются здесь суставы. Такая же должна быть и шея. И вот если надавить в любом месте нашей шеи, то нигде, ни спереди, ни сзади, ни одной болевой точки не должно быть. Боль идет не от самой мышцы, а именно от отечного нервного волокна. И если даже вот, дорогие зрители, вы попробуете, и каждый день будете хотя бы по одной точке убирать, то вы заметите, что память улучшается, зрение тоже становится лучше, слух лучше. Конечно, здесь нужно и знания, какие-то элементарные знания об иннервации шеи, откуда какой нерв выходит или откуда какой пучок выходит. Тогда вы уже целенаправлены. Шум, звон в ушах. Ага. Если размяли, сняли отек с оболочки нервного волокна, то смотришь, ухо-то перестало шуметь, перестало звенеть. Или кожа состарившаяся, вы начинаете разминать, а ведь здесь выходят нервы, которые управляют и кожей шеи. И поэтому, если разминать шею и поддерживать шею в нормальном состоянии, то реже вы начинаете ходить к стоматологу. Ну и лицо сохраняет свои формы. То есть, человек меньше старится. И мы даже иногда устраиваем такие семинары, мы своих пациентов иногда обучаем. Обучаем работы шейным отделом, самостоятельной работе. Конечно, там есть не просто так взял, начинаешь давить. Есть свои особенности. И вот объясняем особенности, что вот здесь нужно не очень напрягаться. А вот здесь, а после того, как уже размяли шейный отдел, а вот теперь уже разные пошли гимнастики. Гимнастики с отягощениями, без отягощения. Ну и в конце концов, даже нужно при работе с шейным отделом даже и приходится заглядывать и на небо. Потому что высокое небо это тоже проблема. Высокое небо это и есть неразвернувшаяся верхняя челюсть. Ну вот. Это согласно работам Бондаревой Татьяне Валентиновне. Она очень интересно подметила это явление. Сама врач-стоматолог. Ну вот. И в результате ее упражнений, которые она рекомендует, челюсть верхняя начинает раскрываться, то есть она опускается, тогда человек перестает дышать ртом, он дышит носом. Тогда улучшается дыхание, вернее, охлаждение и подогрев нашего мозга ветерошечные кости. Когда мы с вами дышим левой, правой назрёй, одна назря подогревает мозг, а другая охлаждает. Ну вот. И высокое небо часто во время бега человек только открыл рот, уже понятно, что у него высокое небо, оно не сформированное. Ну и конечно здесь нужно понимать каким образом опустить это небо, потому что оно опускается. И вот здесь как раз недоразвитые органы очень часто подталкивают к развитию пиявка. И нам приходится иногда ставить пиявки на небо, потому что пиявка подталкивает наш организм к доразвитию. Ведь часто врожденный порог сердца это недоразвитие сердца. И если специалист, который владеет герудотерапией, начинает потихонечку ставить пиявочки, сначала одну на область сердца, потом вторую. И так вот смотришь, раз в недельку ставят, а через три месяца смотришь, и вроде как порог-то исчез. Ну, сердце развелось. Или бывает так, опять та же пиявочка недоразвитая или детская матка. Ставятся пиявки, детская матка начинает прорастать, она развивается. Или половые органы, мужские половые органы, ведь приходят иногда, представьте, сажень в плечах, два метра ростом, а песеночек вот маленький. Ну, конечно, это комплекс, огромный комплекс для мужчины. Начинаем ставить пиявки, и пиявка подталкивает к развитию, потому что это отстает в развитии. И поэтому, конечно, опытный врач или врач-герудотерапевт, герудолог, зная вот эти вот особенности, он использует пиявки для того, чтобы подтолкнуть к развитию, потому что других путей нет. Да, ты можешь жить с этой детской маткой, а можно уйти от этого. А иногда даже органы это и прорастают, как ни странно, удивительно, особенно органы малого таза, когда, казалось бы, прооперировали, убрали трубу, ставятся пиявки, и вдруг, вдруг все прорастает, и женщина забеременела. А перед этим ей сказали, что все, забудьте о детях, забудьте о том, что вы когда-нибудь забеременеете. Но опять же, постановка пиявок, и все начинает прорастать. И пример такой интересный. У нас работал доктор, который решил жениться в 40 лет. Ну, и выбрал подружку, а хирург-гинеколог, с которым он был знаком, ну, и он ему говорит, не женись на ней. У нее все, что можно, я вырезал. Она никогда тебе не принесет младенца. и мой доктор взял и начал ей ставить пиявки. В неделю обязательно два-три раза. И у них появился ребенок, малыш. Итак, коллеги, давайте сейчас приступим к такому разделу, как вопросы-ответы. Вопросы-ответы, которые мы получаем через интернет, после просмотра тех видеосюжетов, видеоклипов. И, дорогие друзья, пишите в комментариях ваши вопросы, которые возникают по мере того, как вы слушаете вот эту тему. Ну, и мы постараемся ответить на них. У меня всегда пониженное давление. Из-за чего это? Ну, факторов, конечно, понижения давления достаточно большое количество. Конечно, здесь в какой-то степени может быть виноватые сердце, но чаще всего вот из нашей практики связано больше с почкой. Почка накрывается желудком. И, а ведь мы так интересно устроены, что мы не чувствуем проблем, которые возникают с тем же желудком, с той же печенью. Никто цирроза печени не чувствует, никто жирового гипотоза. Ведь это как гром среди ясного дня. или ясного неба. А тут, оказывается, еще есть такое явление, когда желудок очень напряженный становится в результате стресса. И вот это напряжение желудка, оно способствует тому, что начинает поддавливаться часть почки левой, две трети, ну и, естественно, и надпочечник. И вот здесь за счет поддавливания этого органа и надпочечника чаще всего снижается давление. поэтому вот из наших висцеральных практик почему бы не попробовать тот вариант, когда расслабить, расслабить желудок, снять с него напряжение, ну вот, и одновременно прокачать, это в нашем понимании прокачка почка, как это прокачать, а когда на почку воздействует, и она становится более мягкая. Вот если взять патологическую почку, то при исследовании живота, то околорганное пространство, скажем, этой почки, оно жесткое, напряженное. И вот если его прокачать и сделать мягким, то функция улучшается. И, кстати, патологию почки легко проверить не по анализам крови, не по анализам мочи, а вареной свеклой. Вареная свекла не должна окрашивать мочу. Это вот такое основное условие. когда уже и рефлексия перестает, патологическая рефлексия работать. Потому что как только определенное количество, ну а в данном случае для веса 75 килограмм до 75 килограмм, где-то 200 грамм, 250 грамм вареной свеклы не должны красить. Это вот такой самый простой тест. Ну вот. И поэтому, конечно, когда идет поддавливание, но здесь можно говорить еще об одной особенности нашего организма, что питание того же надпочечника может быть идти как от аорта, так и от артерии реналис, от почечной артерии. И вот в зависимости от того, откуда питается эта почка, мы можем иметь либо при надавливании, при продавливании желудком надпочечника такую проблему. поэтому не у всех одинаково проявляется, потому что мы все разные. Но тем не менее, когда начинается улучшение со стороны пищеварительной системы, когда желудок становится более таким, я уже говорил, мягким, то давление начинает приподниматься. Конечно, опять же, мы возвращаемся и к шее, что должна быть шея размятая, подготовленная. И, конечно, стрессовый вариант его тоже никто не отбрасывал никогда, что стрессы по-своему влияют на выработку гормонов, на выработку, скажем, различных медиаторов. Ну, и тут еще нужно учитывать и такие факторы, как питание человека, ведь есть веганцы направления питания, есть вегетарианцы, есть даже мясоеды, но, конечно, ни в коем случае нельзя плохо говорить ни про этих, ни про тех, потому что каждый идет своей дорогой. И если он правильно выбрал дорогу, то у него все хорошо. Как пример, предположим, тех же народов севера, по 2,5 килограмм мяса они съедают, с ними ничего не происходит. И обычно в рацион питания и клетчатка то не входит. Одним мясом питаются, но долго живут. И если взять те участки нашего высшего Советского Союза, где было долгожительство, так это север тоже был долгожительным. Ну, конечно, алкоголь сыграл свою роль. И, конечно, те народы, которые жили на Аляске, а американцы вовремя, так сказать, приостановили алкоголь поступление, то там очень много долгожителей, которые перевалили за 100-летний рубеж. Поэтому, коллеги, все в этом мире относительно. И здесь нужно ориентироваться, наверное, скорее всего, на пищеварительную систему, которая у тебя, откуда пришли твои предки. Ну, вот, конечно, если они из банановой страны, то однозначно здесь должна быть растительная пища, больше растительной пищи. А если у вас еще и первая группа крови, и все ваши предки жили на севере, то не надо испытывать судьбу. Попробуйте переключиться на ту пищу, которую ели, которой питались ваши прадеды или предки. Вот такой вот момент. Мигрени на смену атмосферного давления, метеозависимость. Хотелось бы узнать причину такой реакции организма. Это есть интересная работа на эту тему. Ну, профессор Васильева Людмила Федоровна, она указывает, что метеозависимость определяется крейцеровой связкой, которая интересно выполнена в нашей природе. То есть часть этой связки из себя представляет мышечная ткань. Вот представьте, если эта мышечная ткань начинает сокращаться, она меняет положение внутренних органов. И в данном случае имеется случай, когда за счет напряжения этой связки происходила подтяжка желудка вверх, смещалась, менялось положение луковицы 12-перстней кишки. Это все, конечно, отражается и на работе внутренних органов, вообще на работе и кровообращении. Поэтому обычно работа с внутренними органами, когда снимается спазм и напряжение, улучшается микроциркуляция верхнего отдела живота, где находится как раз эта связка, то это приводит к тому, что идет нормализация. И в данном случае человек становится метеонезависимым. Из нашей практики были такие случаи. А в первую очередь, конечно, если вы, господа, начинаете работать шейным отделом, то вы обязательно найдете, разминая шею, предположим, левая сторона или правая сторона, правая часть головы, левая сторона, левая часть головы. Начинаете работать и найдя болевую точку, начинаете ее разминать, то вы обязательно найдете то, что стреляет в ту область, где болит. И разминая, конечно, без фанатизма, приходим к тому, что прострелы прекращаются, кровь пришла, потому что чаще всего опять же спазм нервного волокна как только проводимость оболочки восстановилась, сосуд открылся, вот вам и уход мигрени. И практически за вот этот промежуток времени, что я занимаюсь висцеральными практиками, еще не было ни одного случая, чтобы человек ушел, оставив, вернее, у него сохранилась головная боль. Да, она может сохраниться, если там опухолевые какие-то моменты, а если так, нормально, стрессовые или там какие-то метеозависимости, но в любом случае, разминая шейный отдел, у человека улучшается его состояние, уходят головные боли. Говорят, что перерастянутые вены и клапаны не восстанавливаются, даже если убрать причину варикоза. Какое мнение по этому поводу сложилось у вас? Вообще причина варикоза все рассматривают, ага, вот вена разбухшая, вот она варикозная, она и виновата во всем. Вообще здесь нужно смотреть на все другими глазами. Чаще всего мы наблюдаем такое явление, вот есть такое в нашем животе полая вена. Полая вена собирает кровь с парных органов, ну и будем говорить, с малого таза, с нижних конечностей, и она входит в область печени. И вот здесь возникает одна интересная особенность. Если печень по каким-то причинам становится более жесткой, это может быть жировой гепатоз, это может быть предсеразивные изменения, или просто уплотнилась печень из-за того, что она не справляется с интоксикацией, она начинает передавливать эту полую вену, и тогда давление в ней возрастает, и вот у таких остеников или нормстеников можно даже через живот прощупать эту полую вену, она напряженная и болезненная становится. И в то же время вот это напряжение и болезненность всегда сопровождается застоем венозной крови в нижних конечностях и в малом тазу. И вот на фоне вот такого функционального нарушения наблюдается варикоз матки, варикоз нижних конечностей. И поэтому сколько бы мы не занимались нижними конечностями, если мы не уберем вот эту причину передавливания этой полой вены, то, извини, мы не решаем задачу. Если даже удалить вену, вырезать этот кусок, печень-то не изменилась, она продолжает поддавливать, и иногда даже как дополнительная информация о том, что это полая вена передавлена, это сосудистый рисунок, который появляется на грудной клетке. Грудная клетка очень четко реагирует на это все. Ну, а на сегодняшний день мы даже сталкиваемся, когда приводят детей, у которых идет ущемление этой полой вены, печень увеличенная по разным причинам, это могут быть продукты питания, которые ребенка кормят, ну, или даже раздутый живот. Раздутие живота способствует тому, что формируется большое количество токсинов. Предположим, биохимия утверждает, что в результате вздутия живота образуются такие ядовитые вещества, как индолс, котол, меркоптан, сернистый газ, кретинин, плюс еще метан. Естественно, когда мы были школьниками, мы баловались, там, спичку подожгут, пукнут, и хлопок такой, выстрел, и пламя. Вот вам, пожалуйста, это яды, и эти яды перегружают печень. Печень становится более жесткой, напряженной, она начинает выходить из своих норм, из своей нормы, она как бы выступать из-под реберия, начиная этого ребенка, но ребенок этого не чувствует, у него просто раздутый живот. А так как для подавления этого газа организм должен расходовать микроэлементы, то создается дефицит микроэлементов, и у детей появляются грыжи различные, и у взрослых тоже грыжи появляются из-за дефицита, или из-за того, что кишки их раздуты газом, или присутствующими токсинами, которые могут быть от паразитов, которые там находятся, а паразиты это не только черви, но это может быть и грибковые варианты. Ведь мы знаем с вами, что 5 килограмм бактерий только у нормального человека в животе, 5 килограмм, эти бактерии, они как-то живут в определенном симбиозе, но как только симбиоз нарушается, начинается вздутие. И поэтому, конечно, здесь вот рассматривать, что один из факторов, из-за которых страдают и клапаны, и система кровообращения нижних конечностей, это наша печень. Конечно, это могут быть варианты и ишемии, аорты, когда аортальное кровоснабжение снижено за счет того, что холестерином забиваются сосуды, это один вариант. Ну и видите, но и везде, и там, и там, чаще всего, если взять аорту, то в моем понимании это стрессы. Стрессы вызывают рост холестерина, стрессы вызывают напряжение в тканях, ну и стрессы вызывают гормональные дисфункции различные. Я считаю, что улучшить, будем говорить сначала про улучшение. Улучшить можно. И мы же наблюдаем картину, когда иногда, проработав живот, варикоз уходил у наших пациентов. Ну, нормальное явление. Если уходит у этих, то почему не уйдет у других? Просто никто этой темой серьезно никогда не занимался вплотную, поэтому нужно обратить на это внимание. ко всему остальному это вплоть до того, что там аспирином бинтуется нога, аспирин размачивается в жидкости, промачивается. Много разных вариантов. Или использование того же димексида, или использование. Там много разных вариантов, которые направлены на восстановление венозного рисунка, венозной сетки. Но здесь нужно понимать, что наша кожа защитница. Какие точки стимулировать для повышения и понижения давления? Да, мы упоминали в предыдущем выступлении, я упоминал в предыдущем выступлении о том, что есть точки на руке, на левой руке, которые способствуют снижению давления или поднятию давления. Так вот, одна из точек, она находится, располагается на тыльной стороне. Вот, если мы с вами возьмем руки и вот взять две косточки, то вот здесь находится точка, которая имеет отношение к пониженному давлению. И вот, если пониженное давление, она болезненная. А вот при повышенном давлении обратная точка. Конечно, если просто разминать эти точки, то мы получим результат, но, скажем так, этот результат, чтобы получить более ярче, используются различные средства, начиная от иглы, прижигания, там, разогрева тканей. А вообще, я бы порекомендовал вот такой вот аппарат, который мы иногда своим предлагаем пациентам, но самое это интересное, он нормализует, он снижает, если повышенное давление, оно снижается, если пониженное, оно поднимается. Но самое главное, общий принцип, то, что он работает, нормализуя нервную систему. И за счет нормализации нервной системы нормализуется и давление, как ни странно. ну вот, когда мы видим пациентов, наших пациентов, с отпечатками зубов на языке, а зубы, когда они отпечатываются, представьте, человек спал всю ночь, в 7 утра проснулся, а к нам пришел уже в 7 часов вечера, а у него такие мощные отпечатки. И вот эти отпечатки говорят о том, что он в стрессе, о том, что у него желудок напряженный, он плохо выполняет свою функцию, и в то же время обычно вот у таких пациентов и скачет и давление. Оно либо пониженное, либо повышенное. И вот здесь вот, и опять же, одевается вот такое устройство, как часы. Здесь компьютер стоит, вот здесь стоит маленький электродик, который находит эту активную точку, нажимаете, включаете, и компьютер обрабатывает проводимость этой точки и назначает определенное время, скажем, сколько нужно воздействовать на эту точку, чтобы нормализовать давление. Да, если у вас это заинтересовал, то, может быть, я найду время, чтобы поподробнее рассказать про этот аппарат, ну, если, конечно, у вас появится такое желание послушать. Ну, и, в общем-то, прежде чем говорить, а, говорят, суп плохой или хороший, вкусный или невкусный. Пока не попробуешь, ничего нельзя сказать, так и здесь тоже обычно пробуют. Ну, аппарат действительно интересный. О чем говорит сосудистый рисунок в области мечевидного отростка, проходящий в обе стороны параллельно плечам на несколько сантиметров? Ну, вот как один из вариантов. Можно предположить, что здесь проблема желудка с пищеводом. Это как бы мы предполагаем. А второе, нужно смотреть полую вену. Нужно провести терапию живота проще. Но это один из признаков того, что там в животе не все благополучно. И нужно принимать какие-то меры. То есть природа выдает разные рисунки, разные знаки для того, чтобы человек что-то изменил в себе. Как можно улучшить кровообращение, чтобы ушел лейкоз? Конечно, лейкоз – это серьезное заболевание. Если бы это так все просто решалось, здесь, я думаю, что этому человеку нужно конкретно обратиться за консультацией, придя к нам. Потому что это действительно серьезное заболевание. Это проблема лимфатической системы. Ну, и чаще всего все-таки из-за опыта это грибковые поражения. Грибковые поражения лимфатической системы. Потому что в крови, обычно нативную кровь, когда просматривают, большое количество грибов плавает. То есть спор грибов. Несколько лет маточное кровотечение. После висцерального массажа кровотечение усиливается. Кровоостанавливающие сборы не действуют. Чем можно помочь? Возможно, здесь тот вариант, когда, может быть, не совсем правильно выполняется работа с животом. То есть обычно, если все правильно, согласно канонам висцеральной практики, проводить мероприятие, то приостанавливается, а то вообще нормализуется. А это как раз тот вариант, это примерно как носовое кровотечение. При отеке, когда селезеночка увеличивается в объеме, начинаются носовые кровотечения, которые тоже очень плохо останавливаются. достаточно иногда манипуляциями продавить, снять с нее этот отек. И как только размягчается, как только боль в левом подреберье уходит, а реберная дуга выпрямляется, вот при патологии селезенки, когда носовые кровотечения, мы наблюдаем, что с левой стороны ребра выступают. Ну и при патологии печени, печень тоже, если она отекает, если она увеличивается в объеме, то деформация идет и реберные дуги. И вот здесь рассматривая тело человека, можно иногда что-то сказать. Поэтому конечно маточные кровотечения первичный фактор все-таки в печени. А здесь может быть просто человек, который занимается животом, может быть еще недостаточно прошел подготовку. то есть на каком он уровне находится, на каком он на третьем, на втором, на четвертом. Обычно это вопрос специалистов четвертого уровня. Что можно самому сделать, чтобы ликвидировать аневризму аорты? Вот здесь ситуация достаточно опасная. Конечно, самостоятельно здесь можно навредить, но я могу сказать, что весь процесс начинается с того, что должна быть постановка пиявок. Пиявка имеет такое интересное свойство, она размягчает ткани. Но при постановке пиявки на область аневризмы мы наблюдаем длительное кровотечение. Почему? Лимфа начинает истекать, окрашенная кровью, но в природе так все устроено, где больше патологий, дольше течет пиявочная, ну, скажем так, сделанная пиявочки из пиявки дырочки кровь. И после того, как уже пиявка день прошел или два, после того, как кровотечение или лимфодвижение остановилось, после этого можно начинать приступать к манипуляциями, к поддавливаниям на эту область. Но, опять же, я бы рекомендовал обратиться к специалисту, потому что здесь вопрос такой жизненный, очень важный. И сколько случаев, когда аневризмы разрываются от небольшой нагрузки, от небольшого напряжения. И даже был такой момент, к нам поступил пациент, который сам себе сделал аневризму. А каким образом? Аорта, вернее, подвздошные артерии, они оказались забитые холестерином, и он решил ускорить этот процесс, начал жестко предметом продавливать эту артерию. И в результате произошла травматизация артерии, и выросла аневризма. Но, благо дело, для него все закончилось благополучно. Мы ему помогли, а все остальное он сделал как домашнее задание. И решил эту задачу. Если у вас нет возможности обратиться ко мне, чтобы я вам помог, или там наш центр, наши ребята помогли, то вам нужно связаться с нашим учебным центром и написать на почту небольшое письмецо. тогда мы постараемся через наш банк данных найти вам специалиста, который у нас проходил обучение на территории вашего и проживает на территории вашего города где-то или ближайших каких-то местах для того, чтобы вы могли обратиться и чтобы он бы дал вам консультацию хотя бы, что самому самостоятельно проводить, что делать. И возможно ли победить такую проблему. У меня мерцательная аритмия. Хочу получить советы по этому поводу. Здесь, конечно, нужно поинтересоваться мерцательной аритмией, откуда она произошла, как она давно. Если это, конечно, спортивная чаще всего мерцаловка, она ей страдает спортсмены высокой квалификацией, у которой были сильные нагрузки. Здесь чаще всего вот за время нашей работы результаты хорошие получаются при использовании пиевок, при гирурготерапии. Но опять это должен делать опытный специалист. И, конечно, мерцаловка, она может быть вызвана не только скажем так расширениями, желудочковыми расширениями сердца или левого желудочка нарушения. Но это может быть и рефлексия между органами, особенно левая почка и все, что связано с этим околорганным пространством левой почки. Там тоже есть участок, который имеет отношение к сердцу. Ну и грудной отдел. Грудной отдел, если там травма, если там ущемление или опять же патология почки, идет мощное сдавление нервных волокон мышечной ткани, потому что это рефлекторная зона, за счет чего страдает вторая ножка пучка гиса, передавление идет. И вот здесь тоже начинаются различные перебои. Ну и в зависимости от того, какая нагрузка или в каком состоянии почка, то нарушения ритма могут быть в зависимости от ее состояния. То они ярко проявлены, то они слабо проявлены. Вообще, конечно, эта тема достаточно такая и сложная, и в то же время объемная, и нельзя говорить о чем-то об одном, потому что это комплекс и даже нервная система. Нервная система может вызывать тоже человек зацикливаться на чем-то на одном. Ведь бывают случаи, когда сказанное слово доктором, известным доктором, или цыганкой, которая сказала в 40 лет умрешь. Посмеялся человек, а наступает 40 лет и у него начинает останавливаться сердце. Все наша психика. И примеров много, когда человека накрывали, говорят, сейчас отрубим голову. Накрыли полотенцем или одеялом, ребром ладони слегка ударяют, человек погибает, умирает, потому что в его воображении это удар топора, и он должен умереть в его воображении, и он погибает. Поэтому слово очень важную роль играет. И нам приходится, конечно, много народу проходят, быть внимательным по отношению к тому, что ты говоришь. Причины обширного инсульта с правой стороны. Правая сторона чаще всего опять же это шейный отдел. Шейный отдел только с левой стороны. И здесь нужно разминание шейного отдела. Первое, что это разминание шейного отдела. Второе, это ротовая полость. Во рту шесть пар черепно-мозговых нервов, которые тоже следует проверить и снять с них напряженное состояние. Но естественно это массаж ротовой полости, массаж шеи. А потом уже вторая или как бы основная причина это все-таки живот. Это живот и в этом животе страдают почки чаще всего и рефлексии. Рефлексии, которая дала напряжение на шею, сдавление нервных волокон, ущемление и инсульт. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч. Пишите, ставьте лайки. Мы постараемся ответить на ваши вопросы, может быть, даже на какой-то вопрос более подробно. Удачи вам и здоровья. Редактор субтитров Редактор субтитров